Север Шоу 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 Таким поклонники узнали и полюбили Эл-Джея. И артист старается удивлять. Алексей, настоящее имя звезды, записывает самые крутые коллабы, носит самые смелые прически, примеряет самые странные образы и не боится быть непохожим на других, а это именно то, что нужно для популярности. Песни Клавы Коки легкие, зажигательные и надолго застревают в голове. Кроме того, тексты часто вызывают неоднозначную оценку публики, а нежелание певицы афишировать личную жизнь приводит к домыслам и вопросам. А вот стиль исполнительницы часто отличает дерзость и яркость. Певица не боится экспериментировать с цветом волос. Локоны Клавы уже были желтыми, розовыми и даже синими. Молодая исполнительница Мия Бойко утверждает, что родилась синими волосами. По этой причине поклонники прозвали ее королевой океана. Но это не единственная отличительная черта артистки. Мия Бойко участвует в коллабах с топовыми артистами и часто радует поклонников новыми танцевальными хитами. Когда-то необычный и патажный образ помог исполнителю по имени Шура выделиться из толпы и стать популярным. В начале карьеры у певца не было передних зубов, из-за чего его даже не приняли в музыкальную школу. Но недостаток Александр Медведев смог сделать своей уникальностью и завоевать любовь к публике. С тех пор Шура не перестает удивлять и радовать поклонников творчеством, а необычные прически, наряды стали крутым дополнением к его сценическому образу. Часто популярность – это не только талант, но и умение подчеркнуть свою индивидуальность. Спасибо, Рада. Ну и как эксперт, оцени, пожалуйста, аккаунт нашего гостя, известного блогера Евгения Ершова. Да, Лена, попробую. Ну, популярных блогеров критиковать не вижу смысла, потому что за многомиллионными счетчиками стоит огромный труд. Женя – человек из глубинки, но по креативу даст фору многим столичным вайнерам. Он неординарен буквально во всем. Он, скорее, постоянные исключения исправил. Это и прическа, и яркая одежда, татуировки. Женя активно ведет свой Инстаграм-блог и ТикТок. Ершов регулярно укладывает нежные фото с блогером и актрисой Кариной Кросс. По утверждению подписчиков, Евгения и Карина – официальная пара. На перемены в личной жизни звезды Инстаграма якобы решились в октябре 2019-го, в день рождения Кросс. Но ни один из блогеров так и не подтвердил факт заключения Союза. Хотя в Вайнах они выступают парой. Темы роликов – да самые разные. Ревность и верность, любовь и разлука. В некоторых видео задействованы и другие селебы. К примеру, Милана Тульпанова, бывшая жена футболиста Киржакова. Успех Ершова я связываю с тем, что он не стесняется в кадре быть смешным. И даже легкий дефект речи, звук «Эрр» придает ему особый шарм. Ну, конечно, на вкус и цвет все фломастеры разные. Разумеется, Женя, как исполнитель, регулярно выкладывает треки и клипы. Спасибо, Рада. А сейчас наше шоу продолжится в компании популярного блогера Евгения Ершова. Женя, заходи. Привет, заходи. Рада тебя очень видеть. Привет. Проходи, садись на наш белый звездный диванчик. Пожалуйста. Слушай, разговор начну с темы недели. В четверг был день стандартов. Стандарты, я понимаю, что это не про тебя, это видно, это правда. Смотри, какие. Ну, скажи мне, ну, не как артист, а как, допустим, просто обыватель, как обычный гражданин. Все-таки в чем-то должен быть стандарт? Ну, допустим, в продуктах, может, еще в чем-то. Блин, ну, мне кажется, у каждого свое какое-то понимание. Не знаю, для меня это как-то не обуславливается чем-то. Ну, что точно должно соответствовать какому-то эквиваленту? Все-таки что-то, ну, не знаю, в нашей жизни должно быть? Типа, по стандарту должно идти? Да, да. Мне кажется, наоборот, когда все идет нестандартно, когда какие-то нестандартные ситуации. Ну, это потому что ты твой творческий человек. Ну, возможно, ну, потому что я рассуждаю через свою призму. И если бы ты спросил у меня года 4 назад, может быть, я ответил по-другому, что у меня стандарт был бы, знаешь, хорошая зарплата, жена там, не знаю. Стандартная мечта, да, такая? Да, но мечта, меняется человек, меняется окружение, меняются стандарты его опять же. То есть у меня сейчас главное, чтобы человек хотя бы, я не знаю, не придавал этого стандарта. Это понятно, это, мне кажется, такой стабильный стандарт, который не должен меняться. Ну, допустим, есть технический стандарт, например, ты приходишь в магазин, тебе продают молоко, а на самом деле под молоком это, допустим, не соответствует стандарту. Я не хожу в магазин. А, понятно. Хорошо, смотри, ну, к примеру, ты снимаешь клипы. Допустим, стандарт в звуке, стандарт, допустим, в картинке, размер кадров. В звуке не должно быть стандартом, наоборот, звуки постоянно разные. Звук должен быть по-разному, звучать песня каждая должна, чтобы это не было копипастом твоих, допустим, песен или чьих-нибудь. Вот, какого-то стандарта определенного делать не стоит, наверное, в этом. В видео, видео, наверное, стандарты у оператора должны быть, они должны свои стандарты знать. Вот, я про это и говорю, конечно, конечно. Ну, картинку, видение картинки. У режиссеров, ну, какие стандарты, они же постоянно новые придумывают. Режиссеры, да, согласна. Ну, я когда говорила про звук, я имела в виду именно, знаешь, стандарт звука в плане, ну, ты приходишь на чек, да, то есть ты все равно смотришь, что обязательно должно быть выстроено по каким-то определенным правилам. Вот туда должны быть стандарты, да, у каждого есть свой стандарт. Да, здесь нашли стандарт. Хорошо, ладно, давай тогда про нестандартные, я вижу, что тебе ближе. Когда ты стал, ну, вот, нестандартным человеком, наверное, все-таки подростковым в возрасте или в детстве? Я не знаю, наверное, это даже не подростковым, это уже годам, как 18-19, когда уже какие-то внутренние комплексы ушли, когда я перестал думать о том, что подумают мне, ну, окружающие друзья и так далее. Тогда уже как-то воплощать то, что интересно, то, что нравилось, визуально я стал. До этого у меня как-то все было такое обычный, обычный пацан. А ты помнишь, когда ты первый раз поменял цвет волос, то есть с чем это было связано? Просто почему? Кто-то тебя уговорил, кто-то убедил, или ты просто хоп, так встал с утра и сказал... Ну, типа того это и было, да, 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 попробуй. Ну, выбор цвета был за тобой или с этим осетиком? Да, 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 да. Нет, я захотел блондинам добыть. Покрасился в первый раз. Блин, на самом деле это было адски больно. Больно? Почему? Да, потому что у меня темные волосы, сам по-своему очень темные. А, то есть тебе нужно было их настолько сильно... И он очень сложно высветляется, 3-4 раза там делали, у меня кожа головы всегда обожженная после каждой покраски. Ничего себе, и это тебя не остановило, я так понимаю. Ну, не-не-не, уже сколько лет прошло, сколько цветов поменял, я постоянно меняю цвета, мышь, раз в 2 месяца. Ну, хорошо, ну, а тату, тату, это, знаешь, не менее, мне кажется, вольно, да? Тем более у тебя такие большие участки тела. Ну, тату, я пока что не испытывал боли сильнее, чем когда на шее бил, татуировку и на груди. То есть это было самое реально болезненное, что я испытывал в жизни. Вот. Ну, это есть ради чего? То есть, допустим, да? Конечно, конечно. То есть можно потерпеть. Результат, когда ты смотришь там в зеркало, это просто... Ну, то есть татуировки сейчас уже не особо мне заметны, то есть я их не вижу как будто, они уже как часть руки. Но когда смотришь там в зеркало, такой, блин, а это вот стоило, надо дальше, вот здесь подбить осталось еще. Что-то здесь как-то пустоватенько. Да то что, ну, это такой неостанавливаемый процесс. А это черная, синяя болезнь, синяя болезнь, вот, она не останавливается. Ясно. Ну, хорошо, ну, первую самую татуировку ты помнишь, где и когда она была? Да, она здесь на руке была, но она уже забита, а в 14 лет она бил. В 14? Да, да. Ну, интересно. Я ночь из дома сбежал, поехал, шел к другим. А там хоть приличное было, хоть что-то? Нет, приличное, там был, да, там был иллюминат, знак, но он был очень кривой, его били, как будто кожу мне выцарапывали. Как родители отнеслись к этому? Сказали на утро, что уксусом сведут, но не свели. Ну, негативно сначала на первое, а когда второй набил, через полгода уже как-то ничего не сказали. Ну, а тебя не пугает, знаешь, что ты как бы входишь в эту историю, и дальше ты уже не должен остановиться, потому что от тебя вроде как будто ждут что-то нового, что-то там вот в этом смысле. Так, наоборот, если ты сделаешь потом раз, то есть я делал ролик, это, блин, один из самых сильно зашедших у меня роликов, это где я все татуировки все замазывал. То есть, наоборот, когда ты из нестандартного приходишь к чему-то более стандартному, это больше вызывает эффект вау, нежели наоборот. Ну, это потому что тебя касается, что ты все время был, да, да. Привыкли видеть тебя таким, да, тут ты раз, типа, совершенно обычный чувак. Это поэтому еще ролики социальные там у меня смотрят в институте, там я там предстою в других ролях, там пытаюсь максимально не делать акцент ни на волосах, ни на татуировках, вот, и совершенно по-другому выгляжу там эмоции, эмоционально по-другому выгляжу, и, в принципе, смотрюсь по-другому. Женя, как ты относишься к критике? С пониманием, если она обоснованная. То есть, хейтер в инстаграм не смотрю. Там никаких обоснований, никакой логики найти нельзя, если человеку настолько нечего делать, что он просто строчит тебе гневные там комменты или там сообщения, это нет большого ума делается. Но могут тебя все равно обидеть какие-то высказывания или нет? Блин, если сказано по факту, это не обижает, это больше заставляет задуматься. Да. Обижать не обижает, уже нет. Может быть, первое время какое-то там что-то такое, блин, отвечал, даже тоже гнев на гнев, тоже там покрывали там друг другу матом, но сейчас перестал это делать, обращать внимание просто, в принципе, перестал. Да все равно позитива добра больше. У нас сейчас настало время нашей рубрики, наших маленьких критиков, и мы сейчас проверим, как ты относишься к критике. Ладно. Давай посмотрим на экран. Кто этот дядя? Я знаю, кто это. Я тоже. А я не знаю. Мне кажется, что он похож на парня Карина Кросс. Мне очень нравится его наряд, и выглядит, как будто он на Марсе, в космическом костюме. А если вы знаете, то просветите меня, мне интересно узнать про этого парня. Это же все знают, ну это же Ершов. Карина Кросс очень креативная девушка, у нее было очень много парней, и у нее... Она тиктокерша, ютуберша, она в очень многих сериалах снималась. Нет, ну мне кажется, у Карины Кросс есть татуировки, и у него есть татуировки. Ну вообще, в общем, они очень похожи. Мне кажется, он ей подходит. Слушай, а тебе не обидно, интересно, что тебе прямо сказали, что ты парень Карина Кросс? Ну как бы, знаешь, вроде не то, что они сразу там назвали тебя, а все-таки через нее, нет? А, она мега, она настолько, ну она безумно медийная. Типа, она очень сильно медийная, и большинство людей, многие люди, которые меня не знали как блогера, они узнают меня только вот благодаря ней, то, что я у ней постоянно снимаюсь, свечусь, вижусь, про нас говорят. И поэтому многие, типа, реально меня заочно только знают. То есть там и по количеству подписчиков это можно посмотреть. Вот, меня это никак не обижает, меня же знают. Неважно как, главное меня знают. А скажи, что это за фотография? А это либо в Египте, либо в... Да, в Египте вроде. Но это специальная фотосессия или это почему-то было? Не-не-не, просто вышли, просто вышли. А, то есть это просто твой обычный костюм? Костюм там мутили, костюм там нашли какой-то, да. Да, ну, ты знаешь, а вот, а у меня ощущение, что это какая-то специальная фотосессия. Не-не-не, это прямо тут справа море там, типа, уже. Классайте, ну, видишь, у тебя каждый день как, в общем, как фотосессия. Зачем дяде столько татуировок? Ему нужны столько татуировок, чтобы, может, показать себя. Может, что-то произошло, что он их бьет. Обычно думают люди, что если татуировки, то сразу какой-то, ну, может, злой, там, неприятный. Но вижу по этой картинке то, что он нюхает цветочек и радуется жизни. Я бы не очень хотела, чтобы у моего парня было столько татуировок. Один человек не может зависеть от другого, поэтому если бы у моего парня были татуировки, я бы была не против. Пусть она бьет имени своей мамы или, например, меня. Прямо будет на руке у него Кристина. У меня вопрос, как он выдержал столько татуировок на теле? Это же так больно. Она еще не знает, как это больно. Она еще не знает, как это больно. Видишь, как сказали, что ты точно на злого не похож, несмотря на все твои татуировки. Почему дядя готовит шашлык в ванне? Мне кажется, они шарят шашлык в ванне, потому что когда была пандемия, был коронавирус, и нельзя было из дома выходить. И они решили так шашлык пожарить. А почему, допустим, на балконе нельзя пожарить шашлык? Вижу человека сзади, который открывает дверь, и он в недоумении. Хотел принять ванну, а там шашлык жарят. Ну, это прям горячая штучка получается. Просто им свою ванну было жалко, и вот пришли в гости и пожарили шашлычок. Вообще-то тут есть какая-то практичность. Если загорится, ванна, вода, все потушили. Нет, а вот сейчас, если честно, скажи мне, это реально было для какого-то фана, или вы реально, потому что поесть шашлык? Фан, 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 фан. Ну, то есть для того, чтобы сфоткать, для того, чтобы... Так это же не огонь. Ну, подожди, ну то есть на самом деле, а смотрится, как огонь? Нет, это фэшэ, это фэшэ. Там ничего, никого огня нет, это фэшэ нет, это фэшэ просто. Все поняла, вот видишь, как... Насколько я помню, там и мясо не настоящее. А мы купились, да? Там и мясо не настоящее, насколько я... Просто мангал затащили. Ну вот, сейчас, конечно, увидят наши телезрители и скажут, как так, обманули. Но вы молодцы, кто это все креативит? Это же, понимаешь, что придумывать надо. Я не помню, это было, короче, это было на фоне новости, когда массово, короче, сделали локдаун, массово пошли москвичи шашлыки жарить. Понятно. И когда запрещать стали жарить шашлыки, да, типа. Ну, логично, кстати. Это было на этом фоне, там даже даты можно сверить, плюс-минус публикации. Ну, вы единственные додумались, по-моему, до такого, что я видела. А может, я у кого-то и забрал, я не знаю. Я не помню, правда. Это было года два назад, получается, уже полтора. Да, да, да. Ну, прикольно. Меня зовут Елена Север, и вы смотрите Север Шоу. А наш проект носит не только развлекательный характер, но и занимается благотворительностью. Мы рассказываем о больных детках, которым нужна наша с вами помощь. Этот мир бывает жесток и несправедлив, но только в наших с вами силах сделать его лучше. К сожалению, не все дети появляются на свет в заложенные природой сроки. А преждевременные роды могут иметь осложнения для здоровья ребенка. Алеша родился на свет весом всего 480 граммов. Родители были счастливы, узнав, что их малыш жив. Но когда мама впервые увидела своего сына, эмоции были отнюдь нерадостные. Я плакала, ревела, у меня уходила земля из-под ног, потому что таких маленьких детей я видела первый раз в своей жизни. Он был подключен к множеству трубочек, стояло очень много капельниц. Безусловно, он дышал на аппарате ЭВЛ. Среди всех патологий у деток, которые родились раньше положенного срока, особенно часто встречаются проблемы с дыханием. Их диагностируют у большей половины преждевременно родившихся младенцев. Для лечения используют аппаратно-кислородную терапию. Так случилось и с малышом по имени Алеша, который стал четвертым ребенком многодетной семье. После продолжительного пребывания в реанимации, его еще несколько месяцев держали на кислородном аппарате. Как правило, родителям дают большой список заболеваний, которые часто встречаются у преждевременно рожденных детей. Чаще всего встречается бронхолегочная дисплазия. Бронхолегочная дисплазия – это все-таки незрелое легкое, незрелое сердце, которым трудно быть внеутробно. И для того, чтобы им помочь, чтобы ребенка сохранить ему жизнь, мы вынуждены давать дополнительный кислород длительно, на время его созревания. После нескольких месяцев нахождения в реанимации и отделении, Алешу выписали с условием приобретения кислородного оборудования. С этим семье помогли добрые люди. А сейчас ребенок может дышать самостоятельно. Мы очень рады, что оно нам помогло, оно спасло нам реально жизнь. Наш ребенок дышит уже без него, уже большое количество времени. Родители рады каждому успеху Алеши и с энтузиазмом делятся о его первых достижениях. Сейчас я считаю, что у нашего сына все хорошо. Он растет, развивается, начинает говорить уже, бегает. Ну вот только мы еще пока маленькие ростиком, худенькие, стройненькие, аккуратненькие, но мы вырастем. Мы покорим мир. Средства на приобретение и даже прокат кислородных концентраторов и пульсоксиметров есть далеко не у всех семей, где родились недоношенные младенцы. Наш телеканал организовал сбор средств для покупки необходимой аппаратуры. Всех неравнодушных телезрителей просим оказать посильную помощь. Для этого вам нужно отправить смс на номер 3434 с текстом «Кислород. Пробел. Сумма пожертвования». Например, «Кислород. Пробел. 300». И обратите внимание, что потребуется смс-подтверждение платежа. Спасибо всем, кто помогает детям. А я напомню, что вы смотрите «Север Шоу» и у меня в гостях Евгений Ершов. Женя, как ты относишься к кино? Вот как зритель? Хорошо. Любишь смотреть? Люблю, конечно, да. Больше любишь сериалы или просто фильмы? Слушай, сериалы очень выборочно. В основном это фильмы, потому что нет времени постоянно смотреть. А если я начинаю смотреть сериал, я погружаюсь. Да, да, да. То есть ты намеренно, наверное, сбегаешь, да, потому что просто жалко время. Ну, типа, да. Вот последний раз сериал, допустим, «Чикатило» я смотрел с «Нагиевым». Вот я уже день посмотрел. И я смотрю, 8 серий остаюсь, 8 серий. Это куда? Аж куда? Ну что? Кинообзор. Я про кино заговорила неспроста. Настало время нашего кинокритика, кинобзора, да, я бы сказала. Рядом с тобой присядет наш Дмитрий Шуманский. Дима, привет. Здравствуйте. Очень рада тебя видеть, мы ждали, ждали. Мне показалось, что он так весело и хорошо, что я здесь, чтобы разрушить эту идиллию. Так, нам что-нибудь такое. Начал сразу с очень грустного фильма, но зато потом мы снова с вами будем возвращаться в приятное настроение. Это русский фильм, называется «Герда». Режиссер Наталья Кудряшова. Фильм рассказывает историю девушки по имени Лера. Днем она изучает человечество и его потребности с помощью соцопросов, а ночью танцует в клубе, чтобы заработать деньги и прокормить себя и маму. Люди, которых она встречает, так же несчастны, как и ее семья. А ее отец недавно ушел к другой женщине, он постоянно приходит обратно. В общем, он сам не в силах осознать собственный выбор. Он делает невыносимой жизнь близких людей. Мать болезненно переживает разрыв и постоянно спит, игнорируя реальность. Лера работает в клубе под сценическим именем Герда, поэтому фильм так и называется. Она не знает, как жить дальше, куда и зачем идти, а главное, как сделать жизнь лучше. В общем, взрослый несчастный мир, который Лера наблюдает день и ночь, кажется совершенно безнадежным. Как-то депрессируется. Да, кажется, основное слово, спокуха. Да, все в порядке. У меня сразу к нашему гостю вопрос. Раз уж мы такую тему грусти затронули, сейчас мы из нее убежим, но тем не менее, пока мы в ней. У каждого человека случаются какие-то события трагичные в жизни, грустные. Как ты из них выкарабкиваешься? Как ни странно, я люблю, когда мне грустно слушать грустную музыку, и мне становится веселее. Я почему-то думаю, так, мне не так хреново, как, допустим, автору песни. Знаешь, у меня все, в принципе, на мази. Тебя правда так зовут? Нет. Я Лера. Мама сказки любила. Чип того. Олег, ты знаешь, что у Лерки крылья? Сейчас. У нее на фотографии видно. На нее все давит, она не может крылышки расправить. Но когда-нибудь мы хватит, правда. Убегаем от грусти и мчимся с вами во Францию. Это историко-биографическая драма, называется она «Эйфель и любви». Но Эйфелева башня, понятно, что это такой символ, самый главный символ для тех, кто не очень хорошо знает Париж. Ты был в Париже, кстати? Нет, не был. В обязательном порядке необходимо. Диснейленд и, короче, Барусь. Да, Эйфелева башня. Эйфелева башня, что-то нужно посетить. Много мест, на самом деле, хороших. Обязательно нужно иметь возможность убежать от гида и полазить самому, просто посмотреть. Но осторожней, Париж нынче уже не тот, что... Да, это правда, да, все говорят. Мультик, я считаю, что без него никуда. Да, название тоже достаточно грустное, но все не так плохо. Даже мыши попадают в рай. Такое название, да? Вот такой сегодня у нас день, ребят. Жестко. Но его снимала... Как раз для осени дождливый. Да, интернациональная группа его снимала из Чехии, Франции, Словакии и Польши. Суть в чем? История о двух смертельных врагах, маленьком мышонке и лисе, которые после несчастного случая оказываются в раю для зверей. Ну, к счастью, он хотя бы существует, согласитесь, уже неплохо. Расставшись со своими инстинктами, они становятся лучшими друзьями. Их мечта не разлучаться после возвращения в земной мир. Она сбывается, но мышонок и лис, хоп, меняются ролями. Кажется, что природа возьмет свое, но благодаря силе дружбы им удается осуществить то, что казалось невозможным. Да, здесь в детских штуках лучше спойлерить, чтобы все будет хорошо. Да, да, да. Можете спокойно смотреть. Ну, очень классно. Классный, а мне нравится, как он визуально сделан. Типа необычно, да, знаешь? Да, микс. 20 кадров в секунду, типа. Да, потому что, видишь, там используется элемент, в том числе кукольной анимации. Не все нарисовано на компьютере. Но у кого-то пластилин даже не кукла. Да, да, да. Я залип. Да, да, да. Да давайте смотреть. Звук, да, можно звук привать? А это все, типа, только выйдет? Да, это мы как раз... Свежачечек. Да, да, да. Или вышло. Освещаем то, что будет. Вот только-только вышло, можно уже с вами. А, все, понял. Держись от меня подальше. Не хочу, чтобы лисы меня доставали и после смерти. Ого, ваши места рядом. Вы что, умерли вместе? Скажите, он ведь очень страшный? Нет. Добро пожаловать в наш парк. Да, да, да. Ух ты! Ты опозорил весь наш лиси рот. Ты подружился с едой. Вы прямо не разлей вода. Да, крутые кореша. Это же здорово. Дима, мы с Женей сегодня говорили о стандартах и антистандартах. Скажи, в кино должны быть стандарты ведь? Ну, первое, где должны быть стандарты, это техническое обеспечение съемочной площадки. Понятное дело, что камеры, звук, свет практически везде одинаковые. Но если очень сильно хочет запариться, например, оператор и снять какой-нибудь специфический кадр, уж очень, то он может попросить сделать себе объектив штучный, который не производится в качестве штамповки, скажем так. Бывает такое, что из-за этого съемки задерживаются? Конечно. Хочешь удивить, то, значит, сделай, что это и нестандартно. Мало того, сделай это обязательно именно в Японии в одном единственном месте. Такое реально случается, потому что оптика... Сходи, поднимись на 1200 ступенях вверх, там еще храм находится. Знаешь, он все это сделал. И там, знаешь, стоит она на этом алтаре, такой объектив стоит. Чувствую, у тебя кинематографическое мышление достаточно, ты отличную картинку создаешь. Но в творческой составляющей тоже есть, где, в принципе, так сказать, проявить нестандартинку. Вот, например, если брать монтаж, то там есть свои приемы, которые обязательны к исполнению, грубо говоря, чтобы все было хорошо. Да, 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 правильно. Точно, да. Но если взять, например, Жору Крыжовникова, он легко пренебрегает этими стандартами, и это плюс к его фильмам, потому что это, наоборот, смотрится классно, горько-горько-два. Сумасшествия, какие-то склейки рваны. Очень круто смотрится, да. Согласна, согласна. А у этого, кто снял «Джентльмена», как его забыл, режиссер? А сам что у него? Блин, у него съемка... Горичий, да. Горичий, у него нетипичная съемка, у него такие планы, крупные планы, короче, для всего. Это тоже очень круто. Это так называемый диалоговый фильм, в котором основную роль играет мимика человека, посчитывающего эмоции. Потому что экшена не так много, и важно смотреть, насколько накаленная обстановка именно по глазам, по движению головы. Ну, каждого свои стандарты. Ну, что, Дим, глядя на Женю, ты бы мог его определить актерское амплуа? Я думаю, что оно его, во-первых, а, ожидает, и б, возраст и стайл. Просто ты обязан сниматься в чем-то супердинамичном, где прям нужно башкой крутить, бежать, прыгать, где-то падать. То есть что-то такое с погоней, тряска камеры, вот такая штука. Потому что тратить твою энергию на статичные какие-то кадры, заумные разговоры, взгляды вдаль, это лет через 40. Ну, да. А ты бы сам кого хотел сыграть, если бы такое пришлось? Слушай, я, честно, не знаю. Я попробовал что угодно сыграть. То есть ты бы хотел, да? Нет, у меня получается, я умею играть. Я еще учусь, но да, я хотел бы. Будущему, по-любому, по-любому сыграю. Главное, чтобы не какой-то наркоман. Не какой-то наркоман. Ну, знаешь, что, может, и так попросит. Согласишься, нет? Ну, блин, да почему нет? Это же роль, это же съемки. Дим, у тебя какой-то вопрос на место? Обязательно, конечно же. Ты, кстати, знаешь, что у тебя полная тезка есть, тоже актер, Евгений Ершов. Только он чуть постарше тебя, он в «Глухаре» снимался. А, я видео читал, да. Много же Ершова, кстати. Просто он из Волгограда тоже. Тоже из Волгограда, а? Вы не родственники? Нет, не родственники. Хотя бы познакомьтесь, ради премьер-честного. Для прикопа. Ну, да. Какие одинаковые имена, какие разные судьбы. Да, и место рождения одинаковое. Да, да, да. Скажи, ну, а Карина тебе дает какие-то советы? Именно по съемке, допустим, в ролике, когда снимаете? Только она и дает советы. А, скирка? Ну, там больше уже не советы, там уже вот сделай так. Я уже знаю, как сделать. Я просто не всегда это как будто делать хочу. Вот. Как сделать, я знаю. Она научила давно еще. А может тебе поучиться на актерской или ты не хочешь? Это долго. Она училась пять лет в учебнике. Пять лет она училась. А результат какой? Ну, да, у нее красные дипломы. Ну, вот. Блин, ну, мне нет пяти лет. Прямо жалко, да? У меня нет пяти лет. У меня есть чем заниматься сейчас. Вот. Посмотрим. Не всегда же обязательно проходить в школу. Многие актеры известны. Это самоучки. Своя собственная какая-то школа мышления. Когда ты вы, когда Карина под рукой с красным дипломом, в общем-то. Вживаться, вживаться и придумывать мотивацию персонажа, его отыграть, я уже умею. Младший Дин, спасибо тебе огромное. Спасибо и вам. Всем приятного похода в кино. Спасибо. Вы смотрите Север Шоу, а у меня в гостях блогер-исполнитель Евгений Мишов. Жень, пора говорить про клипы. Сколько у тебя на сегодняшний день уже клипов есть? Или ты не считаешь? А, только сейчас ты решил посчитать? Четыре или пять. Четыре или пять, да? Да. Но скажи мне, допустим, правда, что режиссура и продюсерство – это тоже Карина? Не всех. Не всех, да? Одного. Одного, да. Да. Ну, хорошо. А, в принципе, а вот, допустим, когда ты режиссера другого какого-то утверждаешь, ты сам это делаешь? Ну, по-моему, нет, когда я режиссировала, да, и помогала сценарий писать. Нет, я не делаю, у меня есть команда, вот, они, у них есть полностью режиссер. Я одобряю, не одобряю сценарий, локации, там, свою одежду и так далее. Ну, ты любишь вот влезать в процесс, допустим, при монтаже нет, да, то есть ты полностью доверяешь? Нет, я доверяю, потому что, ну, есть люди, которые именно этим и занимаются. Да, да, да. Получается, что ты доверяешь профессионалам полностью? Да, нужно как-то свое время разграничивать и тратить его на все, потому что тогда тебе просто не хватает, да. Иногда просто не хватает тебя, допустим. Я один раз участвовал активно в монтаже клипа, и я столько дел прославал, пусть за это просто пропустил мимо ушей. И не очень, не очень как-то это, оно того стоило в итоге. Скажи, а какой твой последний как раз клип, крайний клип был? Клип? А-а-а, слушай, именно клип у меня последний был на Silent Hill еще давно. А-а-а, а почему, кстати, ты не так часто выпускаешь? Нет, делал, я не помню, на какую песню я делал. Слушайте, я первого артиста встречаю, который не помнит свой крайний клип. Я могу зайти посмотреть, я могу зайти посмотреть. Не, ну это мы сами можем. Был последний раз мут-видео, я выкладывал на последнюю свою песню, которая была, там было мут-видео. Но это был не клип, это была одна локационная такая, на две камеры работа. А почему ты так вот относишься? Все-таки ты не считаешь, что клип это обязательное какое-то? Нет, я считаю, что клип это обязательное действие. Но смотри, я ни с кем не подписан, я музыку вкладываю сам. И если я выпускаю песню и уверен, что она зайдет, она заходит, тогда я трачу деньги на клип, на промо. Если я, выпуская песню, делаю первый день промо на нее, она заходит слабо, я понимаю, что песня не зайдет, зачем мне тратить деньги? То есть ты как к бизнесу относишься? Это и есть бизнес, да, и только я просто, у меня нету продюсера, который говорит мне, нет, я не дам это на это деньги. Я сам решаю, что на это деньги сливать не стоит, потому что были методы проб и ошибок, там был шишик еще на первых песнях. Когда где не нужно вкладывал, где нужно, уже денег не было, потому что вложил, где не нужно. То есть вот такие моменты были. Подожди, ну сейчас клип можно снять просто на айфон, по крупным еще. Ну это будет не только очки, окей, я могу снимать на каждой песне мут-видео, но стоит оно там, оно стоит, выходит копейки. Вот как я снял, это было на камеру, профессионально, с офигенным монтажом, но это снято было за 50 тысяч рублей. То есть такое я могу снимать, условно, но это будет, как ты знаешь, есть трек, прям очень сильный, не уверен, что так вот на наплевательский сразу делать не стоит. Мне кажется, лучше подождать день всего лишь, типа денечек, посмотри, как он зайдет, потом за три дня можно сделать, организовать съемки, написать сценарий, начать снимать. И через две недели максимум у тебя уже будет клип. К этому времени песня уже может подработать свое, а клип ее и даст второе дыхание. А вот для тебя все-таки съемка в клипе, допустим, это как работа больше? Труд? Ну вот клип мне нравится снимать больше, чем войны. Войны я ненавижу снимать, но клипы еще неудобно, не нравится снимать тем, что 5 тысяч дублей, пока все соберутся. А в кино, между прочим, тоже так же. Господи, как это, какие все не собранные, там проблема, там проблема. Ну, в вайнах ты быстро снимаешься, но некомфортно, а на съемках клипы какая-то атмосфера прикольная. Ну, в итоге, короче, то, что можно, то, что можно в принципе снять за полдня, там снимают обычно два в клипах. Ну, вот так вот потому что, вот потому что. Да, да, да. Ну, то есть, это прикольно, но надоедает. Ну, а что же, а мы сейчас обязательно что-то посмотрим с вами. Жень, а ты сам какую музыку слушаешь? И, конечно, из российского шоу-бизнеса мы на канале РУТВ. Слушай, а, из российского говорить, да? Скриптонита, Моккенштейна, Стигмата... Это все интернет, ребята, то есть, в принципе, ты только-только интернет. Стигмата, Аматори, нет, Animal Jazz, Бум-бум-бум-бум-бум-бум-цой. Блин, из русского, наверное, так-то все. Паша Техтик. Ну, что-то у тебя есть там твой-твой плейлист, или это все только западники? Ну, вот у меня в основном западные, конечно, играют. Вот именно из... А, ЛСП, не ЛСП, а этот, как его? Все, не вспомню теперь. Я забыл. Да, ну, главное, что... Я могу найти, я могу найти. Блин, прикольный человек. Ну, то есть, ты все время все равно в музыке. Ты говоришь, что ты идешь, у тебя все время наушники, да? Да, 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 у меня постоянно музыка, да, но... Нет, ну, ты отслеживаешь новых каких-то, новых героев в интернете, и не следишь за этим? Если о них слышно, я о них узнаю, даже если музыку их не слушаю. Если просто музыка залетела туда. А, у Битуева вот я трек слушаю, этот братик, который у него зашел. Он у него не зашел, прошло сейчас два месяца, и он у него с 99-го зашел место, и вот так вот за неделю он дошел до 6-го места уже в чарках. То есть, блин, круто, мне нравится тоже эта песня. Ну, так, из русского я очень мало что слушаю в Истоке. Так, ну ладно, у нас сейчас есть возможность выйти на прямую связь со студией Русского радио и пообщаться с ведущим Максимом Приваловым. Спросим у Макса. Максима Привалова. Максим, привет, как видно, как слышно? Леночка, большой тебе привет, рад видеть в студии Евгения тоже. Привет. Максим, мы сегодня в студии говорили о теме стандартов и пришли к выводу, что в творчестве они не нужны. Там успех приходит чаще всего только из-за нестандартных решений, ты согласен? И да, и нет. Креатив – это прекрасно, бесспорно. Но когда лишь один креатив, это, конечно, печальное зрелище. Все равно какая-то определенная теоретическая база должна быть. Вот, например, хочешь быть певцом – научись петь. Хочешь быть ведущим – научись правильно говорить. Правильно от слова «правило». То есть все-таки есть стандарты произношения, которые мы должны выполнять. Мы должны знать, как правильно произносятся слова, как строятся конструкции. Но бывают еще случаи, когда, скажем, популярным певцам или ведущим навязывают некий образ. Но вот роли идут одна за другой, и все человека воспринимают определенным образом. То есть создают ему в своем роде стандарт. Он его заложником становится. Вот это плохо. Тут, конечно, нужен креатив. Согласна. Максим, у тебя есть возможность задать вопрос нашему гостю. Женя, про тебя пишут, что ты занимался ставками. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какая-то схема, как ты определял, на кого ставить? Или это все-таки дело случая, ты полагался на удачу? Ну и самый важный вопрос – много ли ты зарабатывал этим? Интересно. Стандарты были, есть антическая часть в ставках, есть, допустим, в том же теннисе женском, на ИТФ особенно. Женщины очень сильно эмоционально существа, и они всегда играют по большей части. В 80% случаев они играют по шаблону. То есть условно там проигравшая второй сет, проиграют и третий. То есть, соответственно, игру это там в 70% случаев это сыгрывает. И коэффициенты там очень сильно отличаются. Сколько зарабатывал, я не скажу. Ну, видимо, много, раз не скажешь. А то, что опираться на удачу, да, конечно, ставки – это удача, помноженная на теорию вероятности, помноженная на состояние моральной реагии от человека и помноженная на твою примерную интуицию, действительно. Нету, ты не можешь предсказывать события на 100%. Особенно врут те каперы, которые говорят, что до игры, до начала матча уже предсказывают тебе ту или иную победу. Это бред. Потому что ты, не увидя, как играет человек, как играет команда, как морально настроена команда, ты не сможешь сыграть, не сказать, как она сыграет матч. Поэтому много на этом поприще появилось мошенников, пришлось как-то завернуть лавочку. Ты так с сожалением сказал об этом, да? Да, потому что мне нравилось это, я был один из первых, кто этим начал заниматься. Точнее, я был первый в Инстаграме, кто этим стал заниматься, я этим давно занимаюсь, просто в Инстаграм вышел давно, недавно. А потом проходит полгода, появляется много каперов, раскрутчиков, которые обманывают людей на деньги, это начинает всех хейтить, я ухожу. Но тема до сих пор, до сих пор там многие двигаются, до сих пор мошенничества много, да, очень много. Интересно. Ну что, Максим, хочешь еще что-то спросить? Да, есть еще один вопрос, такой географический. В Саратовской области есть город Ершов. Откуда знаю, там вещает русское радио. Вот как ты думаешь, он называется в честь известного русского писателя или в честь рыбы Ерш? Время пошло. Цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик. Так, в Саратовской области. Да. А сколько времени? А сколько времени? Блин, а я не так... Так, есть писатель, давай в честь рыбы. Да? Да. Ну, Максим. Да, ты прав. Именно изобилие рыбы в водоемах города. Даже на гербе изображен ерш. Но я думаю, что девчонки, живущие в городе Ершов, которые являются твоими поклонницами, теперь сделают все, чтобы город назывался в твою честь. Это правда. Здорово. Да. Ну что ж, Максим, спасибо тебе за интересные вопросы. Надеюсь, что девочки города Ершова будут об этом думать, да, и думают, что это в честь героя нашего сегодняшнего. Пусть так. Ладно, будем на связи. Счастливо. Спасибо огромное. Хорошего эфира. Пока-пока. Жень, пришла пора прощаться. К сожалению, я была очень рада тебя здесь видеть в студии Север-шоу. У тебя есть возможность сказать пару слов на прощание нашим телезрителям. Всем пока, не болейте. Мне тоже пора прощаться. Думаю, что вам не скучно было экрану своих телевизоров. Увидимся через неделю. Меня зовут Елена Север, и на прощание для вас снова поет Юлия Гаврилина. До встречи. Я сбежала из дома с тобой раним утром. Я для всех была хорошей для тебя, а не просто другом. Но сейчас хочу жить проще и встречать рассветы. И неважно, с кем сегодня проснемся, помню все моменты. Мы растворялись в темноте, и нас никто не слышал. Забывали обо всем и улетали выше. Нас носило крышу. Но теперь мне все равно, с кем и где ты там. Слишком дура верила. Твоим словам разделяют нас мысли города. Я сбежала вновь, вновь только от тебя. Теперь мне все равно, боли нет. Внутри слезы не бегут. По щекам моим разделяют нас мысли города. Да, я сбежала вновь, но только от тебя. От тебя. Субтитры подогнал «Симон»!